Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая болталка такая о женском и девчачьем. Хочется как-то развеяться от чего-то такого, знаете, безответственного, легкого, ни к чему не обязывающего, что все могли послушать и как-то, я не знаю, вернуться к какой-то обычной жизни, что ли, если можешь так сказать. Болталка будет о женском, о косметологии, о уколах, красоты и всем прочим. И здесь, в частности, в Турции и в Стамбуле об этом поговорим. Я уже рассказывала раньше видео про турчанок о том, что, да, они колятся. Вообще, вот расскажу немножко про косметику вот эту, эстетические вот эти моменты. Расскажу, что здесь популярно, а что нет. Про косметику начнем декоративную, да. Может, я где-то повторялась ранее, я не помню. Прямо вроде это я на канале так не обсуждала. Вот, если мы берем декоративку, здесь нет такой культуры макияжа, как и также в Америке, в Европе, это тоже не зависит от возраста, молодые и взрослые. Но я говорю сейчас буду про женщин, у которых есть, назовем так, деньги, которые зарабатывают там условно в крупном городе, как в Стамбуле. Именно про турчанок здесь. Какой уход, да, косметический, косметологический, профессионально, если делать. То есть декоративка здесь такое, нет вот этого, они не то, чтобы, они не понимают, скажем так, у них нет культа вот этой декоративки, они в ней не разбираются. Единицы типа а-ля блогерши, которые что-то снимают, блоги ведут о красоте, и то там с их возможностями не то. То есть у них нет, у них есть классные макияжи, там техники и так далее. Здесь есть, у нас сейчас там сифора, всякая доступ, такой Наташа Динона, там топовым декоративным средством каких-то и уходовым, в том числе, трамкерия, фон Смаболин, там продажи и так далее. То есть есть к этому доступ, но нет в этом какой-то культуры вот этого декоративной косметики из макияжа. Это единицы, вот так скажу. Поэтому косметики декоративные тут очень такой люксовый, дорогой. Здесь не всегда есть всякий оттенок тонального крема, консилера какого-то светлого и так далее. Их здесь не очень много завозят, потому что не очень много покупают, вот так скажу. В маке есть все всегда, конечно, но такие там всякие какие-то уже более легкие. Ну, например, у меня проблема, я уже месяц пытаюсь найти консилер Huda Beauty в Сифоре. Его просто тупо нет моего оттенка. Надо было купить еще следующий, за ним чуть потемнее. Я что-то просохатила эту историю, его уже купили. Короче, вот он просто на стоках, ёк-ёк-ёк, короче. Я его все жду-жду-жду, его все, нет-нет-нет. И, короче говоря, да, то есть какой-то оттенок выцепить из декоративной косметики или там для лица ухода, это довольно-таки проблема. Потому что их заводят, короче, немного. Завозят немного, потому что их мало покупают. Здесь нет вот этого постоянной продажи, люкса такой. Короче, тут если у женщины даже есть какой-то финансовый достаток, там, на косметику дорогую, на люкс, ей то, что ты дашь, блин, для губ, не знаю, за 3 копейки, там, не знаю, Никс какой-нибудь, да, и, блин, для губ, там, и в Сен-Лоран, там, Бербери, которая здесь тоже есть и так далее. И она не почувствует никакой разницы. Здесь, ну, короче, вы поняли, да, о чем нет. Если мы переходим к уколам, косметике, эстетике, вот этой всей истории косметологической. Здесь есть категория таких женщин, которые любят за собой ухаживать. В крупных городах мы берем сейчас из Истамбул. У кого есть на это деньги, конечно. Ботокс и вообще, вот эта тема ботокса. Здесь и мужчины колят ботокс, если вы не в курсе. Если ваш турок у избранника, и он такой, без морщин, ботокс мужчины колят. У моего мужа есть друг, который колет ботокс. Я больше скажу. Вот они любят прихорашиваться, чистить перышки не только в всяких там парикмахерских у барберов. И они к косметологу ходят, и лицо чистят, и ботокс колят. И мужчины в том числе, особенно мужчины. И даже если у него нет супермного там денег, средний достаток, но на ботокс денежку раз в полгода он найдет или раз в год. Из-за там генетики, морщин и так далее. Мужчины даже это здесь любят. Про женщин что уж тут говорить. Это очень много перекачанных губ, за ботоксного лица, всяких филлеров. Боже, это вообще тема. Если такие женщины, кто повернут, так это скулы. Вот эта вся история. Очень любят обкалы. И руки, и грудь, и вот это все от солнца. И всякие мезотерапии делают. Именно колят все вот это, что это солнце. Все, кожа стареет, дремлеет. Круги Венеры убирают и так далее. Короче говоря, кто этим здесь увлекается, из таких, кстати, немало, это делают. Я просто скажу, я регулярно на протяжении многих лет, регулярно, главное здесь регулярность, а не многота, полнота. Я корректирую себе контур губи, какие-то себе уколы там делают и так далее. Я за собой ухаживаю. Я же не бегу об этом на YouTube рассказывать, что я сделала, чего я не делала и так далее. Не вижу просто в этом смысла. И если я сняла, например, видео, когда я недавно, например, сделала, еще у меня не сошел отек, у меня просто не было времени, я занятой человек, в другой момент это снимать сняла, когда мне, блин, удобно снять, а не когда выжидать, у меня упадет отек из губ, и чтобы никто не заподозрил. Я это никак не скрываю. Но считать, что если ты, например, что-то где-то тебе подкорректируешь, стал от этого тупым или стал другим человеком, как бы это вообще очень странное рассуждение. Лично просто для меня, мне это непонятно. Так вот. Так что мне просто написали, да, просто губы беспонтовые у нее, это же Турция, там фигово все это делают, поверьте. Здесь это делают очень классно, здесь очень много эстетической косметологии и всякие уколы, ботексов, вот это все коррекции лица. У косметологи это все проводится в клинике. Это клиники на эстетической красоте. Там, где вставляют также пластические хирурги, импланты всякие, в тити, в попы. Носы делают, волосы пересаживают. Этого очень-очень много. И вот косметологи работают хорошо при таких клиниках. Все просто здесь. Поэтому этот поток, назовем так, здесь, ну, короче, есть такие клиенты, есть на это спрос, есть кто делает вот в Стамбуле. Проблем с хорошей эстетикой косметолога, именно если у тебя есть деньги, то у тебя проблем не будет с этим. Здесь есть очень крутые специалисты. Сюда, в Стамбул, я знаю несколько моих, и подписчицы моих личных друзей и знакомых из России. Мне девочки сюда из Москвы летали грудь вставлять себе, потому что это была реабилитация, и лучше хирург в Стамбуле, дешевле, чем в Москве даже сделать. На тот момент это было три года назад. Но именно качество имплантов, и так как я знаю, что сейчас, кстати, в России напрягто с имплантами всякими заграничными, американскими из-за санкций, уже многие сюда на эстетическую красоту поехали. Эстетический медицинский туризм. Очень сейчас еще больше развивается. В Москве, Питере, все летят сюда импланты всякие, составляют что-нибудь подтягивать и тому подобное. Именно от качества самого импланта, если об этом говорить, о материале. То есть выбора сейчас не стало вот так много. И следующий момент. Здесь тоже есть такие, назовем, повернутые на эстетике, на красоте, кто операции делает. Это груди вставляют, очень популярные попы, корректируют импланты в попу, жиры откачивают и куда-нибудь перекачивают. Здесь тоже популярная процедура. Ну, у мужчин, естественно, пересадка волос, убрание залысин каких-то. Женщины тоже, кстати, себе волосы иногда пересаживают. Например, залысины какие-то, раны, лысения и так далее. Они тоже делают себе такие, назовем так, услуги. Но самое популярное у женщин, и у мужчин, кстати, тоже наравнено уже чуть-чуть больше, это исправка, как можно такое слово сказать, я не правильно сказала, исправление, коррекция носа, операции на нос, да, когда его уменьшают, корректируют как-то формы. Это самое популярное. Вот настолько, что буквально вчера я была в спортзале, там мужчина был, парень, ну, мужчина, там, лет 30-35, у него была еще налеплена повязка, он нос корректировал, операция там, типа, неделю назад была, только синяки у него с глаз сошли. У меня соседка в соседнем подъезде, она сделала себе с мамой вместе в один день, тут, ну, не знаю, какой-то ритуал, видимо, был. Нос они делали себе, обе с пластырями ходили. Я им там дичьмышу Олсун желала, да, выздоровления скорейшего. То есть ей лет под 37, может быть, а ее маме там лет под 60, да, но они вот в один момент сделали. Ну, короче говоря, здесь это очень развито, здесь ставят уколы неплохо, в косметологии все это есть. В крупных городах, в Стамбуле, в частности, с этой проблемой нет. Но я могу точно сказать, что на косметолога хорошего или на хорошего хирурга здесь, с коррекцией, что, да, с уколами, какими-то инъекциями, что связано, назовем так, с кровью, такие серьезные моменты, да, не просто лицо почистить от прыщей, на это идут, конечно, по рекомендации, по совету от кого-то. То есть это косметолог или хирург пластический, или кто волосы пересаживает, немножко по-другому называется специалист, не помню как. Это идут по рекомендации, по отзывам. Потому что хорошая клиника, это еще не гарантия того, что там суперклассный будет специалист. И я имею в виду, он будет хороший, с хорошим образованием, например, у него набитая рука, у него легкая рука, он хорошо, например, делает, ну, если у него есть опыт, ну, например, блин, ну, невезучий, вам всем не повезло, еще как-то, что не защищает вас на 100% от каких-то ошибок его, проблем, потом последствий, да. То есть здесь идут в любом случае по рекомендации, это золотое железное правило в Турции, на любого врача идут по рекомендации. Выбор делается не из рекламы, например, в телевизоре или в проспектах, в интернете, в инстаграме, они очень часто ведут странички, а отзывы именно ближайших друзей, знакомых, кто точно сходил и точно сделал, кто лично знаешь, а не просто комментарии в интернете, отзывы, там, знаменитости каких-то и так далее. Кстати, про знаменитости, они здесь очень, если вы откроете, там, у тех же мужчин, актеров, актрис, ведущих различных, они все уколотые, все прорезанные, все потянутыми веками, морщинами убранными, глазами всякими мешками убранными, вообще они все, как с картинкой, глянцевые, это все 100%, это все очень сильно видно, это не такая генетика просто классная, это просто у них есть деньги на это, они за собой ухаживают, это часть их работы, отчасти хорошо выглядеть, да, есть такое требование, что люди медийные здесь, знаменитости, актеры, ведущие, такие, которые на показе, эти люди, они всегда в эстетической косметологии, они всегда скрывают это, они всегда об этом не говорят или стараются умалчивать, говорят, у меня хорошая генетика, я хорошо питаюсь, там, и так далее, и так далее, то есть они максимально под прицелом, и здесь, да, есть вот этот культ, хорошо выглядите, разглаженным, чисто, ну, понимаете, короче, да, чтобы лицо было твое идеально, светилось, и все актеры, ведущие, комики, даже комики, кому важна мимика лица, морщины, они все уколонные, большинство, они все за собой следят, но это и требование общества, здесь в Турции культуры, как они сейчас живут, да, то есть это не то, что прими себя, неважно, толстый ты или худой, вот эта тема, которая последние годы, да, идет в Европе, в Америке, развите, здесь это не в Турции, на Востоке не работает, здесь спокойно, в принципе, относится к полноте какой-то, да, физическому такому, но именно лицо, здесь очень важно лицо, как ты выглядишь, волосы, лицо, вот это отсутствие морщин, не так полнота важна, здесь много полных каких-то, или в теле женщин звезд, здесь наоборот, кстати, грудь и попа, соответственно, какая-то общая полнота тела, приветствуются, аппетитные формы, назовем так, не худощавость, вот эта астаничность какая-то, вот эта вот в облах такая, совершенно здесь тоже не любят это, здесь все такое, очень любят фигуристое, но лицо, это всегда, как сказать правильно, твое лицо, это прям визитная карточка, особенно у знаменитостей, и прочих ведущих, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, поэтому здесь, в таких крупных городах, как там Стамбул, в Анталии, кстати, очень много областической хирургии, хорошей клиники, потому что там туристическая зона, то туристы едут, и они параллельно, кстати, тусуются, отдыхают, и операции всякие, или там подтяжки всякие делают, в общем, все это есть, а сейчас, кстати, курс лиры у нас, к сожалению, опять, доллар растет, лира падает, экономика у нас опять проваливается, и поэтому для, кто едет с какой-то валютой, или с иностранными деньгами, здесь сейчас, это еще выгодно, или приобретать какую-то технику, и все прочее, или вот операции всякие делать, что-то, алиценность все равно там, ну, хоть и в долларах, но там в лирах, из лир считается все равно, короче говоря, это еще такое доступное, не так дорого, как, например, если курс валюты был другой, то есть, это вам на заметочку, кто муж планировал, потому что, очень сейчас, вот этот туризм медицинский в Турции, развивается их с каждым годом, все больше и больше, именно в Стамбуле, да, господи, у меня, я могу вам сказать, я живу в таком месте, да, назовем так, на окраине европейской части, это не центр, спокойный, тихий район, но культурно приятный, зеленый очень, и у нас здесь снимают в округе, что иностранцев живет, которые по медицинскому туризму приезжают, то есть, отель даже у нас рядышком, даже огромный Рейдисон сейчас строят возле моего дома, просто для вот этих туристов медицинских в основном, и для спорта, у нас еще спорта, теннисные корты, сборы Европы, все это, турниры, это у нас здесь возле моего дома проходит, ну, в общем, зачем это нужно, почему, потому что это раки, все возможные онкозаболевания здесь активно лечатся, очень успешно, и Стамбул сейчас уже метка такая, в медицине уже на уровне с Израилем, Израиль уже уходит на второй план, потому что Турция по финансам более доступна и подешевле, чем в Израиле лечение онкозаболеваний, плюс еще здесь очень хорошие в Стамбуле и в Анкаре, и в Анталии, таких самых три крупных центра онко для детской онкологии, всевозможные, там очень хорошее направление, то есть очень много лечат, да, это не дешево все равно стоит, но хотя бы эти специалисты, то есть тут это развитие, затем это реабилитация, то есть тут очень много операций костных каких-то, имплантов, я имею в виду, когда замена кости какая-то идет, костные операции тут тоже очень хорошо проводят, и вообще вот эта реабилитация, физиореабилитация для людей после инсультных, после операции, именно с мышечной вот эта двигательная вся история, когда люди не ходят или они после инсультов, восстановление здесь тоже на хорошем уровне вот эта терапия происходит, очень многие приезжают, либо протезы какие-то устанавливают с конечностями, что связано, я просто в соседстве такие люди снимаю здесь квартиры, их постоянно вижу, то кто-то в кресле, то на костылях, реабилитация месяц, два, три, и уезжают иностранцы в основном, это Англия, это Польша, это кстати наши, это Казахстан, Беларусь тоже приезжали как-то, ну прям такое ближние страны, которые в Турции, они все здесь, издалека чуть подальше, типа там словно Испания, Италия, кто-то здесь таких мало бывает, ну вот ближняя Европа, все что вокруг Стамбула, все сюда к нам едут за этим, может быть вам это была интересная или полезная информация, пожалуйста, спасибо всем за внимание, кто интересуется, например, покупкой, арендой же я в Стамбуле, у меня есть знакомый риэлтор, обращайтесь мне на почту, пишите, я вам дам контакт, кому нужно, или кто занимается оформлением ВНЖ, каких-то документов, приобретение квартиры, документов, нормальный, адекватный, проверенный человек, с которым я лично общаюсь, знакомый, это мой знакомый, кому нужна помощь, англоговорящий, совестливый такой риэлтор, пожалуйста, есть в Стамбуле, пишите, я вам расскажу, если вам нужна моя консультация как психолога, пишите на почту, также она у меня в инфобоксе указана, тема письма, консультация, спасибо всем за внимание, задавайте ваши вопросы в комментариях, по возможности постараюсь на них ответить, всем пока,